Друзья, привет! Меня зовут Александр Преподобный. Это акценты. Пришло время их расставить в самых важных событиях этой недели. В России стартовал Summit Bricks в Казани, говорят о том, что доллар больше не будет мировой валютой. Насколько это соответствует действительности? Насколько удастся Путину вокруг этой идеи объединить так называемый глобальный юг, Китай, возможно, еще другие государства захотят отказаться от доллара? Что вообще будет с экономикой, если это произойдет? Ну и откуда убегают кадыровцы назад в Чечню и что стало триггером для их конфликта с дагестанцами? Об этом мы поговорим уже во второй части нашей программы. А сейчас присоединяется к эфиру Александр Савченко, хорошо известный вам экономист, финансист, банкир, ректор Международного института бизнеса МИБ Украина и Игорь Яковенко, оппозиционный российский журналист. Приветствую вас, коллеги. Здравствуйте. Ну давайте начну с вопроса к Александру. На стартующем во вторнике саммите Брикс вчера в Казани, который Кремль назвал, кстати, самым значительным внешнеполитическим событием когда-либо, которое проводилось в России, Путин намерен предложить коллегам альтернативу западной системе международных платежей. По задумке Кремля должна, значит, связать воедино банки она и центральные банки стран, членов организации, чтобы проводить транзакции, минуя доллар, который, по словам Путина, скукожился. Александр, если можно, объясните, приходит ли доллару конец или это все выдумки Путина? На каком вообще сейчас этапе вот этот вопрос находится? Это старая идея, по сути, она возникла 19 лет назад, когда эта организация была создана. Инициатива и тогда была за Россией. Китай кивал, кивал. Ну вот прошло 19 лет, а вот и ныне там. Альтернативу западной системе платежей, якорь которой эта система SWIFT, это не только платежи, это и гарантии, это подтверждение контрактов. То есть это динамичная жизнь экономики мира и по товарным контрактам, и очень важно по биржевым, где платежи должны происходить секунда в секунду. Так, ну все понимают, что такое биржа. Более того, где-то уже два года назад Путин поставил задачу, и она озвучивалась в том числе на саммитах, создать резервную альтернативную доллару валюту, которая заменит доллар, заменит евро. Почему это глупая идея, первая и вторая? Ну давайте, их можно даже объединить. Начну со второй. Ну как можно объединить банковские системы, например, исламскую, исламик-бэнкинг, где запрещен процент, где запрещено расставчичество, запрещено давать деньги в кредит. Все это там запрещено. Там другая философия, другая ценность, даже под банковскими и финансовыми отношениями. Ну и только дураку придет в голову все это объединить в одно целое. Когда создавалось евро, то страны готовились к евро, ну, по десятку лет. Унифицировались банковские системы. Ну, на 90% они унифицированы. Унифицировалось банковское законодательство, гарантийное законодательство, бюджетные дефициты, там норма 3% отклонения, какие возможны. Ну, а как можно соединить, допустим, экономику, ну, допустим, России, так и Индии, и Китая. Ну, это, в принципе, невозможно. Аналогично и вопрос, зачем? Китай же прекрасно пользуется долларами и евро. Индия еще более прекрасно себя чувствует с долларами и евро. А назовите мне еще одну страну, которая хочет отказаться от доллара и евро. Другой строкой страны вы не найдете. Так же само и платежная система. Зачем искать альтернативу, что работает как часы? И очевидно, что лучше вот этими кривыми руками создано быть не может. Ну, вот так коротко я бы ответил. Поэтому уже накануне форума вот этот вопрос в повестке дня был снят до следующих форумов. То есть это была просто политическая такая декларация, угроза, очередная угроза. Это как ядерная угроза. Вот давайте сейчас начнем атомную войну, да? А давайте сейчас разрушим мировую финансовую систему. А давайте разрушим рубль, платежную систему. Но это вот одного поля ягодки. Так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо, да, интересно, потому что накануне Брикса очень массивно разгонялась информация, что срочно приведите деньги в криптовалюту. Причем американские блогеры об этом говорили. Потому что доллара больше не будет. Это последний момент, когда можно попасть в ковчег. Но мы это еще обсудим, я думаю. Игорь Александрович, к вам вопрос. Больше про политический аспект. Дмитрий Медведев, скажем так, выдал целый опус о внешней политике России и ее целях. Вот сейчас его процитирую. Значит, что он говорит? Максимальное ослабление, это задача России, и унижение Запада, в том числе Европы. И распад США. Или создание противовеса Америки. И здесь уже видны перспективы нового баланса. Якобы ШОС, Брикс, иные региональные союзы, всемирное развитие отношений со странами глобального юга. Вот об этом Медведев написал в своем телеграм-канале. Судя по тому, что происходит на Брикс, как мы видим это сейчас, то действительно Россия выступает локомотивом безумных каких-то идей. Но сказать, чтобы кто-то сильно это поддерживал, кроме действительно выгодных энергоресурсов со стороны России, которые получает Китай, Индия, другие выгодополучатели, в том числе политические, которые приезжают с Путиным сфоткаться, президенты африканских каких-то не самых развитых стран, то глобально куда-то этот локомотив дальше не движется. Что вы думаете об этом? Удастся ли России раскачать вот эту идеологию? Или все закончится телеграммом Медведева? Безусловно, попытки Путина с самого начала использовать Брикс в качестве противовеса Западу, в качестве такого тарана, с помощью которого он будет торпедировать Западный мир, прежде всего Соединенные Штаты Америки, это не совпадает с настроениями подавляющего большинства членов Брикса. И на сегодняшний момент, так сказать, ну, та же самая Индия не готова противостоять каким-то образом Соединенным Штатам Америки, поскольку ее сотрудничество с Соединенными Штатами Америки является основой экономической системы Индии. Ну, и вообще, большое количество стран, которые хотят вступить в Брикс, и, тем не менее, совершенно не хотят превращаться в какой-то антагонизм Соединенным Штатам и Западу. Понимаете? Ну, что говорить там? Таиланд собирается вступать в Брикс, хочет вступать, но в то же время, ну, а о каком противостоянии с Соединенными Штатами Америки может быть в стране, в которой находятся американские военные базы, и они, в общем, сотрудничество с США является гарантом безопасности этой страны. То же самое собирается в Брикс Турция, член НАТО. То есть, на самом деле, Брикс используется как площадка, на которую можно приехать, пообщаться с главами государств, заключить какие-то контракты, так сказать, ну, и вообще, во всем случае, использовать эту площадку для реализации своих целей, но никак не для того, чтобы воевать с Западом. На самом деле, есть такое более-менее агрессивное крыло Брикса, это, прежде всего, Россия, безусловно, которая не имеет никакого серьезного веса в мировой экономике. Ну, и Китай, который, да, действительно, он, как бы, находится в очевидном противостоянии с Соединенными Штатами Америки, и в то же время, конечно, не собирается быть таким тараном для уничтожения Соединенных Штатов Америки, о чем мечтает Путин. Поэтому, ну, что касается Медведева, понимаете, это, ну, такая, так сказать, роль у него сейчас, он расплачивается за тот период, когда с ним связывались какие-то либеральные ожидания, сейчас ему отвели роль такого Петрушки, который выскакивает с какими-то совершенно безумными статьями, с публикациями, с высказываниями. Ну, то есть, его Путин со свойственным муссадизмом наказывает таким образом, заставляя играть роль злобного клоуна. Так что на публикации Медведева, мне кажется, давно уже никто не обращает внимания, он превратился в худший вариант такого обитателя российского телевизора. Но и в целом, нисколько не сомневаюсь в том, что попытки Путина реализовать свою программу превращения БРИКС в противовес западному миру, они не увенчаются успехом. Еще раз подчеркиваю, подавляющее большинство членов БРИКС не настроено на то, чтобы противостоять Западу. Да, использовать альтернативную площадку почему нет? Почему нет? Ну и, кстати говоря, достаточно скептическое отношение ключевых игроков к БРИКСу, в частности, проявилось в том, что, например, принц Саудовской Аравии не приехал, Вучич не приехал, причем эти неприезды были именно по политическим мотивам. Ну, а те, кто приехали, безусловно, они не будут пешками в руках Путина. Путин, да, он пытается таким образом и для внутренней аудитории доказать, что никакой изоляции не происходит, ну и внешняя попытка изобразить себя как полноценного игрока на международной арене. Так что никаких шансов использовать БРИКС в качестве противовеса западному миру у Путина не существует. Кстати, вот, Александр, к вам будет вопрос. А почему Китай не поддерживает, и точнее, вот я процитирую, Ван Ивея, это директор Центра Европейских Исследований Китайского Народного Университета в Пекине. Вот он говорит, что это слишком амбициозная идея Путина о платежах в обход доллара. То есть, казалось бы, китайский представитель мог бы несколько иначе оценить. И он говорит, что в отличие от России другие страны БРИКС не находятся под западными санкциями, и прямой мотивации прекратить мировой финансовый поток порядок не имеют. Вот на что может реально Кремль рассчитывать в экономическом плане по итогам Казанского саммита? Вообще, они ставят ли перед собой какую-то задачу реальную, экономическую? Или это просто набор лозунгов, и это чисто политическая история, дедоларизация, конец мирового порядка, все это вот в единой каше? Расскажите, что они на выходе должны получить, и какая у них цель? Ну, я согласен с моим собеседником, что это не площадка для реальных проектов. Это площадка для деклараций, для лозунгов, для общения, для селфи. Но кто откажется сделать селфи с товарищем Си? Никто не откажется. Поэтому думать, что на этом форуме будут согласованы какие-то глобальные контракты, заключены и разработаны глобальные проекты, не надо. Такого не было и нет. Вернее, было на начальных этапах. Были проекты, что БРИКС создаст альтернативный международный валютный фонд, альтернативный мировой банк. Китай давал много денег на это, пытался что-то создать, но потом пришел к выводу, что это все не то. А почему? Потому что, как это парадоксально не звучит, но основа Китая – это мировая экономика, это торговля без границ, это демократия, как это ни парадоксально звучит, в мировой торговле. И там Китай стоял у истоков вот этих цепочек технологических, которые потом заканчивались в Евросоюзе и в Соединенных Штатах, ну и в других странах тоже. То есть Китаю, по сути, эта война не нужна. Я все жду, когда товарищ Си поймет, что Путин играет против него. Как только началась война, экономический рост в Китае начал падать. Если раньше у него были амбиции 9-10%, а бывали времена и 12%, то сейчас дотянуть до 6% – это уже успех. И поэтому я вижу тут фундаментальное противоречие между интересами России и интересами Китая, и даже интересами Индии. Индия тоже хочет стать глобальным игроком, где торгуют без тарифов, потому что тарифы уничтожают мировую торговлю, уничтожают тот сук, на котором сидит Китай. Война ведет к тому, что в Китае впервые во время войны началась утечка капитала. Раньше капитал лился в Китай и обеспечивал колоссальный экономический рост. А сейчас капитал впервые выходит из Китая. Не так динамично, как из Раши, он просто выскочил. Но из Китая он тоже выходит. И поэтому не учитывают вот это фундаментальное противоречие ни товарищ Си, ни Путин. А противоречие такое есть. Я вот даже посчитал. Те выгоды, которые Китай имеет от дисконтов на нефть и газ, особенно на газ, они иногда были 300%, ну в три раза дешевле цены были на газ, чем европейские цены. Так вот, на них, на вот этих дисконтах Китай выигрывает где-то порядка 15-20 миллиардов долларов. А теряет от разрушения мировых вот этих потоков, товаров, где Китай доминировал. Теряет он на этом, ну где-то в год порядка полтриллиона. Полтриллиона. Только Украина теряет больше, потом Китай. Раша тоже теряет очень сильно, но не так много, потому что санкции бутопорские. Как это ни парадоксально, зарабатывают только Соединенные Штаты Америки. Но это страна, которая зарабатывает на всем. Надо учиться. Да. Игорь Александрович, вам вопрос. Вот опять-таки 24 только приглашенные страны из 38 направляют своих лидеров. 6 вообще не принимают участие в саммите по какой-то причине. Вот, например, Саудовская Аравия или Бразилия, да, их главы государств не будут в Казани. Однако, понятно, Си Цзиньпинь, премьер-министр Инди Нарендра Моди, о котором мы говорили, прибыли. Что это означает в политическом смысле? Получается ли у Путина создавать вот эту или иллюзию, или вот реальный эффект, знаете, отбеливания от мировой изоляции? Получается ли у него выполнять свою задачу, которую он ставит, и ставит ли он ее себе в первую очередь? То, что сейчас происходит в Казани, мне лично очень напоминает выставку достижений народного хозяйства периода Советского Союза. То есть, вот, пожалуйста, смотрите, какие у нас просторы, какие у нас результаты. Вот павильон свиноводства, где огромные вот эти вот животные. Значит, вот там павильон Узбекистан, который гордится своими коврами и хлопком. Вот, значит, фонтан дружбы народов, блистательный, позолоченный. И вот эта позолота, она, так сказать, она есть. Она воздействует на каких-то публицистов, она воздействует на население России, и вселяет уверенность, что никакой изоляции нет, что Путин фактически капитан мира. Вот он собрал всех и командует там на этом саммите. В действительности тут происходит следующее. Ведь есть еще и один аспект этого саммита, вообще Брикса. Это попытка его политизировать, попытка превратить этот саммит в какой-то политический блок. И на сегодняшний момент, ну вот если я, помимо всего прочего, занимаюсь еще и медиакритикой, поэтому постоянно анализирую то, что происходит в российских медиа, в частности в телевизоре, и там постоянно звучат абсолютно бредовые идеи превратить Брикс в военно-политический блок наподобие Варшавского договора. Это абсолютно невозможная, абсолютно безумная идея, которой не будет, вот редко можно говорить о том, что это слово никогда употребить в отношении каких-то процессов. Очевидно, что этого не будет никогда. Ну, в силу огромных противоречий, часть из них обозначил мой собеседник Александр, часть можно добавить, это гигантские противоречия, в том числе между уже имеющимся членом Брикс Ираном и, скажем, той же самой Саудовской Аравии, глава которой не приехал на саммит. Есть еще противоречия между Индией и Китаем, и поэтому, конечно, это абсолютно невозможно. Доказательством того, что никакие даже попытки придать Бриксу политическую составляющую нереализуемы, какой главный политический процесс сегодня происходит в мире? Конечно, это война России против Украины. По сути дела, впервые после Второй мировой войны большая кровавая война в центре Европы. Так вот, какие-то попытки организовать заявление какое-то совместное или даже просто отдельную сессию по этому поводу провести, они не увенчались успехом. Отдельные слова какие-то лидеры глобального юга произносили, но совершенно было очевидно, что совершенно невозможно начать даже обсуждение на Бриксе этой проблемы или на Соленопрану, потому что взгляды прямо противоположны. Так что это абсолютно невозможная вещь. То есть, на самом деле, в этом цели, поскольку в экономическом плане Россия мало что из себя представляет, она что-то из себя представляет в военном плане и в плане политических амбиций. Но вот попытка использовать Брикс, заточить и придать ему политическую заостренность – это абсолютно невозможная затея. Поэтому я думаю, что в целом, еще раз, Брикс – это некая потемкинская деревня, это некие театральные подвозки, на которых Путин выступает. Пиаровскую составляющую он реализует. То есть, на самом деле, с точки зрения пиара, ну да, действительно, собрались страны, которые представляют, если я не ошибаюсь, 42% населения человечества и довольно значительную часть экономики. Но никакого противовеса, потому что Запад – это все-таки институциональное единство. Это Евросоюз, это единая валюта, это единые правила игры, единая нормативная система, ну и, наконец, единый военный блок – НАТО. Ничего похожего, даже близко к этому единству евроатлантической цивилизации, естественно, глобальный юг, который в той или иной степени пытается представлять Брикс, реализовать не может. Причем не сможет не только сейчас, но и в обозримой перспективе. Игорь Александрович, есть еще у вас две минуты или уже без вас? Ну, вот одна, к сожалению, минута, потому что сейчас мне начнут звонить. Александр, позвольте, коротко хочу от Игоря Александровича услышать ответ, и после переходим к вашему обсуждению, если можно. Прошу прощения за такой сумбур. Знаете что? Просто очень интересная попалась статистика о том, сколько Путин тратит на войну. Хочу, чтобы вы прокомментировали. Итак, просто пару цифр. Недельные расходы на войну в Украине превысили годовые бюджеты 80% российских регионов. Если коротко, 2025 год, проект бюджета 13,2 триллиона рублей, или 38 миллиардов рублей в день, триллионов рублей было, то есть 38 миллиардов рублей в день, фактически в текущем году расходы в армию на силовиков составят 11 триллионов рублей, что является, что превышает 80% на социалку, на дороги, на медицину во всех регионах. О чем это говорит? Какой это тренд? Ну, очевидный тренд. Милитаризация страны, милитаризация экономики. Здесь вы не учли еще и огромное количество закрытых статей. То есть, на самом деле, и огромное количество военных, по сути дела, расходов, которые включены в социалку. Те же самые выплаты, так сказать, военнослужащим, вот эти вот по 3 миллиона рублей, которые сейчас выдаются регионами военнослужащим, которые заключают контракты, они не включаются в военный бюджет. Поэтому реальный военный бюджет гораздо больше. На самом деле, это, с одной стороны, вроде бы как создает бенефициаров в России, а с другой стороны, лишает экономику России вообще, в принципе, каких-то перспектив. То есть, на самом деле, вот эта милитаризация экономики, конечно, убивает Россию полностью, лишает ее перспектив. Я приношу извинения, но действительно так очень... Спасибо, Игорь Александрович, что были с нами. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был с нами. Спасибо. Александр, тогда с вами давайте продолжим. Слушайте, мне кажется, интересную тему затронули. Вот можно тут к вам, как экономисту, несколько расширить эту тему. Значит, о чем идет речь? Только в 18 субъектах Российской Федерации из 83, без учета, конечно, оккупированных временно украинских территорий, они имеют бюджеты, которые превышают недельные затраты на войну в Украине. Среди них, конечно, Москва, это 4,7 триллиона рублей, Питер, 1,2 триллиона, и соответствующие области, и также регионы, которые связаны с добывающей, какой-то перерабатывающей промышленностью, там Кемеровская, Челябинская области. Ну, то есть, короче, исключение из правил. Вот вы, как экономист, что все-таки видите в цифрах? Насколько это опасная тенденция? Какой еще есть, скажем, вот этот люфт возможностей у России развивать и развивать расходы на оборонку? Ну, смотрите, по моим оценкам, этот год будет иметь пиковые расходы на войну. В следующем году, якобы, Путин запланировал расходы на 22% больше. Но я смею утверждать, что такого не будет. Почему? Потому что в следующем году мой прогноз по инфляции как раз 22%, а девальвации даже 23-25%. То есть, на бумаге будет рост, но фактически сила рубля ослабеет так, что расходы на войну даже уменьшатся. Правда, к сожалению, на 2-3%. Это очень мало. Так же само я могу утверждать, я просматривал статистику. В этом году растет только военно-промышленный комплекс. То есть, только те отрасли, которые связаны с войной. Все остальные падают, включая даже сельское хозяйство. Но парадокс в том, что в следующем году даже вот эти военные расходы, если и будут расти, то на 2-3%. А в этом году они показывают рост 20-30%. Понимаете? Вот такая картина. А в следующем году, да, все отрасли другие, включая здравоохранение, образование, науку, будут хереть. Ну, есть одна проблема. Вот, когда меня честно спрашивают, ну, говоря, ответь честно, сколько Россия может воевать еще? Ну, и ответ такой. Если не будет новых санкций и черного лебедя, а именно радикального снижения цен на нефть, то лет 10 может воевать. Правда, со все, с каждым годом уменьшающими расходами на войну. Просто не будет откуда брать деньги. Ну, так бы я прокомментировал. Спасибо большое, Александр. Благодарю за то, что тему эту продолжили. Друзья, мы продолжаем «Акценты», но прощаемся с Александром, говорим ему спасибо. Александр Савченко, экономист, финансист и банкир, хорошо вам известный специалист в области финансов, был в эфире «Акцентов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова